Итак, пойдем дальше. Нам надо про кровь все-таки закончить. Значит, особенности крови у детей не будем. Удельный вес крови тут, видите, тут капитально разбирается. Молодцы! То есть, во время Советского Союза наука была довольно-таки хорошо развита, исследовала, сопоставляла, выявляла, писала, ничего не скрывала и старалась все-таки что-то помочь человеку. Если почитать современные статьи, то они очень и очень, так сказать, скудны и не пытаются вас как-то образовать, а так, просто информировать. Так, судебно-медицинское исследование крови, но я думаю, не будем мы его тоже брать, тут различные капельки крови, как, что, что, бывает. Далее, кровь. Вот так. И, наконец-таки, если взять в делах о спорном отсутствии, материнстве и замене детей, во время родовы, да, производят определение группы типа факторов Р, А, Ж и П крови. Ну, ладно, это не... Смотрите, литература, физиологическое значение крови, и пошло. Сравнительно морфология, сравнительно физиология, тут и мечников, избранные биологические произведения, и огромное количество авторов написали, ферменты, гормоны. То есть, эта статья опирается на огромное количество различного материала, химия крови и так далее. Вот даже какие-то тут спектры имеются. таблица спектра в крови. И еще. Все это продолжается, продолжается, продолжается. Так и стало. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Крови детей. Вот, мы и подошли. Ка-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Кровяное давление. Мы на эту тему пока останавливаться не будем. То есть, мы с вами, наконец-таки, разобрались с кровью. Галупом по Европам Но тем не менее Имеем какое-то общее представление О крови Что физиологическая функция Крови дыхательна, питательна Выделительна Поддерживает водное равновесие ткани Терморегуляторно Защитно-регуляторно Что кровь состоит из Форменных элементов Жидкая часть крови Плазма Из чего она состоит И в конце концов мы уже знаем Что влияет на вязкость крови На естественную вязкость крови Мы еще не брали Это не брали Особо Циркуляцию крови Как я уже говорил Должна быть определенная циркуляция крови Небыстрая и немедленная Для того, чтобы не образовывались тромбы Как только циркуляция крови Понижается Создаются условия Для ее сгущения Повышения вязкости И тромбообразования Но тем не менее Давайте теперь мы с вами Смотрите тут какие очки есть Видите Смотрю Так сказать Кино Такое Как это называется Стереокино Сейчас это называется Не стерео А как это Там 3D Или еще Какая-то ерунда Итак Чем мы сейчас займемся Чем мы сейчас займемся Так Зрение у меня уже подводит Так 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 Где это есть Мы непосредственно займемся Ответом на вопрос На вопрос Ответа Тромбообразования Тромбы Томбообразования Тромбоз ОПР Так Тромбоэмболическая болезнь Ага Так Тромб Тромбоциты Мы уже подошли Ага Вот тромбоз И так далее Троицкий Нам не надо Это что такое Власоглавная Слизистая блочки Цепой кишки человека Ё-моё Кошмар Кошмар А это что такое Трихонолез Гельминтос Протекающий В основном С расстройством Со стороны кишечника Власоглав Слева самец Справа самка Самки больше Так Мы уже практически подошли Тромбин Нам не надо Тромб Тромб Тромбоз Вот оно Не путать с тромбоном Тромбон Это духовой инструмент Который дует Для того чтобы Извлекать звуки А Тромбоз От греческого Тромбозис Закупорка сосудов Процесс образования При жизни В полости сердца Или в просвете сосудов Плотных масс Тромбов Просходящих Из составных частей Крови И могущих Закрывать Или в разной степени Сужать Просвет сосудов Итак Мы с вами Перешли Теперь к тромбам Изучаем Тромб Тромбоз Тромбоз Так 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 Зоски Свернувшиеся Лимфы В лимфатических Сосудах Тоже называется Тромбом Поэтому Надо Разграничить Что у нас Является Так сказать И в желчи Это происходит В желчных капиллях Ой Так Развитие Тромбов В простейшей Форме Было изучено Под микроскопом На живых Объектах Ага Значит Что они К чему они Пришли Изучая Тромб Вызывался Действием Преимущественно Механических Или химических Раздражителей На стенку Сосуда То есть На стенку Сосуда У них Да В поврежденном Сосуде Ток крови Замедляется Периферический Плазматический Слой Кровяного Столба Становится Уже Ограничение Его От центральной Струи Стушуется В нем Появляется Больше По сравнению С нормой Количество Ликоциты Особенно Тромбоциты Которые Скапливаются На поврежденном Участке Стенки сосуда Склеиваются Друг с другом То есть Агглютинация Склеивание И Слепается В одну Сплошную Бесцветную Массу В этой Массе По периферии Пристают В большем И меньшем Количестве Также И ликоциты Ликоциты И особенно Тромбоциты То есть Начинается Начинается С тромбоцитов Дальше Подсоединяются Ликоциты И получается Бесцветная Масса На внутренней Поверхности Стенки Сосуда Называется Первичный Белый Тромб Цана Цан Первый Наблюдавший Это явление Там И так далее То есть Это ученый Значит Эти Тромбы Потихонечку Значит Отрываются Так Отрыв Конгломератов И Их Образование Мелких Эмболов Вот Мы Сейчас Я примерно Представляю Эмбол Я думаю Это Оторвавшийся Тромб Или Какая-то Часть Эмбол Эмбол Что это Такое Уясним Для себя Лишний раз Эмбол Проверим Чтобы у нас Не вышло Как С Как с этим С яичками Думали Что это ухо А оказалось Это яички Так Эмболе От греческого Эмбол Как-то так Вторжение Значает Типовой Болезнетворный Процесс Патологически Я уже знаю Патология Это Страдание Патострадание Болезнь Страдание Поэтому Это типовой Болезненный Процесс Обусловленный Присутствием И Циркуляцией В крови Или лимфе Частиц Не встречающихся Там В нормальных Условиях То есть Это Эмбол Называется Нередко Вызывающий Оху Закупорку Сосуда С последующим Нарушением Местного Кровообращения Ну как раз Вот этот Тромб И является Эмболом То есть Частицей Которая Вызывает Закупорку С последующим Нарушением Так Бесцветная Масса Мы уже Прошли Итак Что О чем Пишут Значит Тромбоз Уже С самого Начала Развитие Постоянно Сочетается С эмболией То есть Постоянно Образуется Тромб Куда-то Значит Отрываются Вот эти Частицы Этого Тромба Током Крови Распространяется Где-то Что-то Может Закупорить И так Далее Так Проведенное Наблюдение Проведенное Наблюдение Показали Что Процесс Тромбообразования Нельзя Отожислять С простым Свертыванием Крови В сосудах Так как Первичным При нем Является Осаждение То есть Агглютинация Осаждение Или склеивание Агглютинация Кровяных Пластинок То есть Вот этих Тромб 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 А свертывание Присоединяется Лишь Вторично То есть Сначала Вот эти Тромбоциты Начинают Склеиваться Между собой А затем Дальше Поехало Пошло Уже Свертывание На местах Повреждения Сосудов Можно Видеть Пристеночное Отложение Зернистой Или Гомогенной Массы Состоящей Из Измененных Тромбоцитов С примесью Лейкоцитов И Образующиеся Около Них Нити Фибрина То есть Фибрин Присоединяется Это уже Пошло Поехало То есть Полная Закупорка Дальнейшее Развитие Дромбоцитов Зависит От Отношения Процессов Оседания Пластинок Вместе С лейкоцитами И Свертывание Крови Свертывание Крови При тромбузе Рассматривается С точки зрения Ферментативной Теории Так Так В развитии Значит Тромбо Основное Значение Имеет Три момента И вот Мы Наконец Таки Подошли То есть Вот как раз Ответы На вопросы Вадима Лагрина И именно То что Доктор Шашонин Рекомендует Прогулки А именно Смотрите Замедление Тока Крови То есть Я сижу Ну Круто Допустим От ног Она уже Идет Гораздо Медленнее Течет Потому что Они пережаты А вот Если я пойду Значит Кровоток Будет нормальный То есть Тем самым Я создаю Условия Которые Препятствуют Трамбообразование Только за счет Того Что У меня Больший Ток крови Вернее Не больше А нормальный То есть Нормализовать Ток крови С помощью Простых Физических Упражнений Самым простым И естественным Которым Является Ходьба Итак Поняли Значит Замедление Тока крови Разобрали Повреждение Стенок Сосудов Повреждение Стенок Сосудов Ну Вот Чем-то Они Повреждаются И вот Смотрите Если Что-то В крови Имеется Чужеродное Мы уже О паразитах Не говорим То есть Вот что-то Такое Попало Возможно Это какие-то Лекарственные Вещества Которые Могут Неестественно Для организма Неестественно Для состава Крови Они могут Так или иначе Грубо говоря Покорябать Или там Повредить Стенку Сосуда Тем самым Что сделать Повредить Ее Так Стенок Сосуда Изменение Свойств Крови Изменение Свойств Крови Опять-таки Мы с вами Уже говорили Изменение Свойств Крови Это В основном Ее Изменение В сторону Вязкости Повышения Вязкости Из-за того Что Возрастает Количество Количество В жидкой части Крови В плазме Вот Вот этих Вот Белков То есть Даже Тех же Этих Самых Антител Увеличивается В десятки Раз В десять Раз Там Больше Кровь Становится Грубо говоря Гуще Вязкость Повышается И пошло Поехало Так О чем Мы там Говорим Не на Не на Обед Ой Я хочу Кушать Ой Я хочу Покушать Бегу Бегу Итак Я побежал Есть Мы На этом Пока Остановимся Закончим То есть На тех Вещах Так Изменение Свои С крови Тоже Разобрали Мы Важно Значение Замедления Тока крови В тромбообразовании Подтверждают Следующие моменты Замедление Тока крови Константируется При наблюдении Под микроскопом За развитием Тромба Об этом Свидетельствуются Гораздо Большая Частота Тромбов Вен По сравнению С артериями И Преимущественно Развитие Тромбов Таких Участок Венозной Системы Где Ток крови Особенно Медленный Венозное Сплетение Таза Вены Нижних Конечностей Которые К тому же Сидя И Пережимаются Часто Развитие Тромбов В местах Болезнетворного Расширения Сосудов Например Это Разного рода Аневризмы Варикозное Расширение Вен Часто Наблюдание Образования Тромбов При ослаблении Сердечной Деятельности Особенно Пожилом Возрасте Вот Обычно Меньшие Размеры Тромбов В артериях Чем В венах И Вдобавок Если еще Стенки Сосудов Повреждены Это уже Так сказать Повышает Возможность Развития Тромбов Если такое Повреждение Не всегда Обнаруживается Даже Микроскопически То все же Наличие Его В смысле Изменения Физико-химии И биологических Свойств Эндотелия То есть Стенки Сосудов Вполне Допустимо Особенно В случаях Тромбов При Инфекциях Все Инфекция Поражает Так или иначе Стенку Сосудов Плюс Создаются Вот эти Во время Инфекции Выброс Огромного Количества Этих Антител Которые Повышают Вязкость Крови И Пошло Поехало То есть Как бы сказать Тромбообразование Появляется Следствием Всего Этого Процесса Так я пошел Покушать А потом Мы с вами Продолжим Я вернулся После АБ Да И мы с вами Продолжим Разбираться В Тромбозе Значит Узнали Что В развитии Тромбоза Основное Значение Имеет Три момента Согласно Этой Книге Замедление Только Крови То есть Указание Доктора Шишунина Просто Напроста Ходить Я к ним Присоединяюсь Ходите Ходите Чтобы у вас Был Ток крови Нормальный И везде Нормальный Особенно От Конечностей Особенно От Ног Сели Лили Ток крови У вас Сразу же Стал Хуже В Конечностях Ног В Конечностях Ног Так Повреждение Стенок Сосудов Оказывается Инфекции Повреждают Стенки Сосудов Чем И вызывают Изменение Свой Скрой Изменение Свой Скрой То есть Ее Повышение Вязкости Происходит Из-за того Мы при этом Не берем Сейчас Такие Вещи Как питание Которые Также Влияют На Вязкость Крови Мы Берем Чисто Усредненные Данные Что У всех Все Одинаково И Вязкость Крови Повышается Лишь Из-за Того Что Возрастает Количество Антител То есть Белковых Веществ Плазмы Крови Так Уже знаем Что Тромбы Чаще Образуется В Венах Ослабление Сердечной Деятельности Которая Качает Кров По Сосудам У пожилых Это Все Чаще Наблюдается И Наличие Инфекции Давайте Кстати Вот говорят Что Экспериментально Не удалось Вызвать Тромбоз При одном Лишь Замедлении Кровообращения То есть Этого Недостаточно Значит Застоя Крови Одного Застоя Крови Недостаточно Для образования Тромба Значит Должно Сложиться Несколько Факторов Далее Идет Повреждение Стенок Сосудов При развитии Тромба Подтверждается Тем Что В эксперименте Повреждение Сосудов Легко Вызывает Тромбы Тромбы Обычно Наблюдается На поврежденных Местах Сосудов Например Там Когда Язвы Артерии При воспалительных Изменениях Сосудов При инфекционно Токсическом Поражении Внутреннего Слоя Сосудистой Стенки Или Клапан Сердца Почему Сосудистая Стенка Так Играет На Глеб Почему Поражение Сосудистой Стенки Так Играет На Тромбо Образование Оказывается Внутренность Кровеносного Сосуда Выстилана Особым Слоем Клеток Который Который Содержит Особые Вещества Которые Препятствуют Свертыванию Крови Так Называемый Антитромбин Брюке Хотя Некоторые Оспаривают Это И Опять Таки Вот Сейчас Мы Подходим К самому Важному Чтобы Вы понимали К тому же В начале Тромбо Или Процесса Тромбо Тромбоза Главное Значение Имеет Не столько Свертывание Крови Сколько Агглютинация То есть Склеивание Тромбоцита И Это Объясняется Тем Что Например У Человека Описаны Случа Нахождения Народных Тел Внутри Сосудов Или В полостях Сердца Без Завления Сколько Нибудь Значительного Тромбоза Случа Тромбоза В сосуде Повреждение Стенки Сосудов А Такие же Условия Должны Создаться К Механическому Нарушению Крови Образовании Круговоротов Участков Застой Крови И так далее Во время Если Кровь Начинает Ити Несколько Иным Образом То Какое-то Турбулентное Движение Или еще Она Начинает Разрушаться Ударяясь Друг о друга Ну Примерно Так Можно Объяснить Значит Некто Ашов В 1912 Году Выдвинул Роль Вихревых Движений И стоящих И стоячих Волн В крови Преобразование Тромбов Что Сама Структура Тромба Напоминает Вот эти все Все моменты Стоячие Волны Как они Наслаиваются Друг на друга И так далее И так далее Наблюдение Пара Параллельных Грядок Чем Медленнее Течение Воды Тем легче Происходит В таких Местах Осаждение Пилок Образование И слоистой Грядковидных Структур В тромах И вот Важное Замечание О котором Я говорил А я именно Говорил Кру Представляет С собой Коллоидный Раствор То есть Раствор В котором Склеивает 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 Повторим Кру Представляет С собой Как бы лучше Так сказать Коллоидный Раствор Представляет С собой Образование Образование, состоящее в основном из воды, из жидкой части крови, форменные элементы, жидкая часть крови. Форменные элементы составляют 45% состава крови, жидкая часть крови составляет 55%, при этом в жидкой части крови, что у нас есть, белки, плазмы крови, которые также там находятся. И все это, все эти форменные элементы крови, белки, плазмы крови, все это находится в таком виде взвеси, которая склонна к тому, чтобы выпасть в осадок. Так вот, для того, чтобы это не выпадало в осадок, все эти частицы имеют заряд, и за счет этого заряда они отталкиваются друг от друга и образуют такой раствор, коллоидный раствор, не коллоидный раствор, короче, полный заряженных частиц. Как только понижается заряд этих частиц, возникает тенденция к их слипанию, так называемой агглютинации. И вот, мы к этому только подошли. Значит, объяснение тромбоза одними механическими моментами нельзя объяснить. Нас же очень необходимо уточнять роль тромбоцитов, прежде при объяснении агглютинации тромбоцитов, то есть склевни, говорили об их особой клейкости. Объяснение этих явлений с физико-химической точки зрения дано главным образом лампертом. Особенно важное значение для понимания тромбоза придается поверхностной активности тромбоцитов и лейкоцитов, которые вызывают появление тромбов в начале. Кроме того, и фибрин является также поверхностно-активным телом. И вот, главное, еще раз повторю, главное, силам поверхностной активности тромбоцитов, которые норовят склеиться, противостоит их электрический заряд, благодаря которому тромбоциты удерживаются во взвешенном состоянии. Стойкость тромбоцитов, зависящая от их электрического отрицательного заряда, может меняться в зависимости от ряда условий. В частности, она уменьшается при нарастании в крови слабо-отрицательно заряженных глобулинов, то есть, глобулинов появления этих антител. Нарастание в крови слабо-отрицательно заряженных глобулинов, глобулины это антитела, то есть, их увеличение или почти лишенного заряда фибриногена и при изменении кислотно-щелочного веса в кислую сторону. Почти при всех состояниях, особенно часто сопровождающих тромбоз, инфекции, сразу же стоит первым, инфекции. Далее идет ослабление кровообращения. После операционного периода, когда человек слаб, как правило, наблюдаются указанные сдвиги, ведущие к уменьшению стойкости тромбоцитов, кроме того, при замедлении кровотока, равно как и при многих инфекциях, количество тромбоцитов в крови повышается. Второй физико-химический феномен, имеющий особо важное значение в развитии тромбоза, это явление смачивания сосудистой стенки кровяной плазмы. А это, в свою очередь, зависит от уменьшения скорости потока крови, замедления тока крови, застой крови, что приводит к повышению шероховатости стенок сосудов. При этом стенки смачиваются, увеличивается поверхностно-активность силы притяжения между ней и кровью, в результате чего и происходит осаждение тромбоцитов, обладающих старикровенных элементов, наибольшей поверхностной активностью. Значит, остановимся на том, что все, что находится в крови, чтобы оно не выпало в осадок, не стало причиной травмообразования, должно иметь заряд. То есть, наш организм имеет заряд. И в итоге все в нем заряжено. Вопрос, а что влияет на этот заряд? Вот если мы с вами пассивно проводим наше время, тем самым мы не восполняем заряд своего организма. То есть, он у нас уменьшается. То есть, электрический заряд организма, который ведет к тому, что все частицы в крови заряжены, он уменьшается. Уже уменьшение этого заряда способствует тому, что начинается процесс травмообразования. Второе. Пища у нас, то есть, первое, это малая активность, ведет к уменьшению общего заряда организма. Второе. Это потребление вареной пищи, которая лишена заряда, тоже ведет к тому, что частицы крови теряют свой заряд, который им нужен. Одежда. Одежда в основном у нас синтетическая, естественная, которая нас изолирует от окружающей среды, где у нас идет обмен между окружающей средой и организмом, вот это электрически заряженными частицами, аэроионами и так далее, и тому подобное, тоже уменьшает заряд. Вот все эти составляющие и начинают приводить к тому, что начинается процесс склеивания внутри кровяного русла и появляются тромбы. А застой обеспечивает вот обычное сидение. Мы сели, у нас в венах имеются там клапаны, которые работают тогда, когда идет во время передвижения в положении стоя, работают мышцы, которые надавливают, мышцы голени надавливают на стенки вен и проталкивают кровь выше. Этот механизм у нас отсутствует, значит, раз он отсутствует, у нас идет застой крови, уменьшение кровотока. И, как правило, где появляется в большинстве своем тромбы? Варикозное расширение вен. Плюс неправильно подобранная обувь, а особенно наши женщины из-за высокого каблука у них не работают во время ходьбы мышцы голени. И таким образом они не работают у них во время ходьбы, и, естественно, во время сидения, и, естественно, во время лежания. И поэтому поносили вот эти вот туфли на высоком каблуке, и, пожалуйста, у вас начинается вот этот процесс тромбообразования, расширения вен со всеми вытекающими последствиями. Ну, почитаем дальше. Тут смачивание. Изменения в стенках сосудов происходят, вот как раз тут говорят, в результате чего? В результате чего на стенках кровеносных сосудов происходит осаждение разных там белковых масс из плазмы крови, к которым уже присоединяются тромбоциты, лейкоциты, получается первичный белый тромб, а затем возникают около него механические условия, вихревые движения крови, способствующие дальнейшему нарастанию тромба. Таким образом, в развитии тромбоза большое значение имеет изменение соотношения между кровью и стенкой сосудов, обуславленное тремя вышеизложенными моментами, с замедлением тока крови, нарушением стенки сосудов и изменением самой крови. Еще разок, повторю. Смотрите. Замедление крови, активность, взглядная активность у людей крайне низкая. Она недостаточна. Из-за этого происходит замедление тока крови, особенно когда идет такой диванный образ жизни. То есть сидим, то лежим. Далее нарушение стенок сосудов, нарушение стенок сосудов от вирусной инфекции. Бактериальная вирусная инфекция, попадая в организм, значит там или здесь, нарушает эти стенки сосудов и это уже служит толчком. И наконец-таки изменение самой крови, изменение самой крови и ее вязкости происходит опять-таки во время инфекционного процесса, когда количество вот этих вот белков плазмы крови, альбуминов, глобулинов и фибриногена увеличивается в 10 и более раз. Все это дело увеличилось многократно, повысилась вязкость крови, вот этот фибриноген, вдобавок еще, там его больше стало. И все это приводит к тому, что создаются условия для того, чтобы появились тромбы. Упадок сердечной деятельности также влияет на то, что движение крови замедляется. Ну все тут повторяется, изменение сосудов, свой с крови, что и приводит к сосуду. И смотрите, вот в зависимости от того, если это происходит больше механические моменты, то это наступает в тех местах, где имеются клапаны вен и в местах падения вен и боковых ветвей. Здесь легко возникают вихревые движения крови, а у клапанов вен, вследствие их недостаточного размыкания при застой на местах падения вен, вследствие встречи двух кровяных струй. При тромбозе воспалительного прорасхождение все болезнетворные моменты выражены особенно резко. Изменение воспалительного процесса, он вызывается в основном инфекцией. Так, выражены особенно резко изменения эндотелия сосудов, то есть внутреннего слоя сосудов, замедление тока крови, сдвиг физико-химических констант крови и ткани, накопление лейкоцитов, тромбоцитов и подчеркнуто, вот я считаю вам, особенно благоприятные условия для тромбоза создаются при инфекционно-воспалительных изменениях, локализирующихся постепенно в стенках артерии и вен. Итак, тромбоз часто сопутствует различным общим инфекционным заболеваниям сложного происхождения. Особенно часто он встречается при затяжных, вяло протекающих инфекциях, Наряду с изменением свойств крови, уменьшение стойкости тромбоцитов, нередко увеличится их количество и количество лейкоцитов, нарастание глобулинов, то есть белков плазмы крови и, наконец, замедление тока крови, вследствие ослабления сердца или понижения тонуса сосудов. А отсюда и возникает особая склонность к тромбозу. И вообще, вот здесь пишется, что особая склонность к тромбозу у некоторых людей объясняется наличием скрытой инфекции или интоксикации. Выводы делайте сами. Так, отличительные признаки тромбов от поспиртных кровяных сгустков, это, я думаю, нам не надо. Виды тромбовых строений, я думаю, это тоже не надо. Это смешанные тромбы, там как и строение тромба. Тромбы встречаются в капиллярах. Та-ра-та-та-та, где встречаются, какие массы. Дальнейшее превращение тромба. То есть он может прорастать еще и, как бы сказать, сосудами. Тромбы расплавляются в этих случаях, образуют так-так-так-так. В более редких случаях наблюдается гнилостное размягчение тромбов вследствие проникновения в них гнилостных микробов. Главным образом ветеренообразных палочек и спирохэт. Последствия значения тромбоза. Так, ну что, какие последствия тромбоза? Затруднения кровообращения по артериям в случаях тромбоза ведут к местной анемии, инфарктам, конгрене. При тромбозе вен, конечностей наблюдается застой, отек. При тромбозе воротной вены, застой в органах брюшной полости. Водянка, лишь в редких случаях медленно развивающий тромбоз. Воротной вены, возможно, развитие так достаточно для восстановления кровообращения. То есть, организм как-то пытается бороться. Патологическая физиология. Что важно сказать? Поддержание крови в жидком состоянии является следствием динамического равновесия между факторами свертывающей системы крови, противокоагулянты, антикоагулянты и ингибиторы антикоагулянтов, а также между свертывающей и фибринолитической системами. Процессы свертывания крови и фибролиза находятся под контролем нервной и эндокринной системы организма. То есть, поддерживается довольно-таки тонким механизмом, который все это уравновешивает. И если в него вмешиваться, а именно, когда попадают в поток крови чужеродные вещества, которые вызывают те или иные изменения и в сознании, и внутри него самого, вот этот механизм начинает ломаться, и, пожалуйста, образуются тромбы. Значит, внутрисосудистое свертывание крови и образование тромбов могут возникнуть при уменьшении антикоагулянтной активности крови, значит, уменьшении содержания в крови антикоагулянтов или увеличении активности их ингибиторов или при увеличении концентрации в крови коагулянтов тромбина, тромбопластина. При тромбофлебитах ведущим фактором тромбообразования является повреждение стенок сосудов. Клиническая картина течения, ну, клиническая картина течения, ясно, тромбы возникают, участок отбирает. Ха-ха! Вот, для разжижения крови, понижения вязкости, внутривенно, капельно вводится физиологический раствор до 2-2,5 литров в сутки с одновременным введением раствора гепарина до 100 тысяч единиц в сутки как антикоагулянта немедленного действия. Большие дозы гепарина в начале заболевания могут растворить тромб, тем самым будет достигнуто восстановление проходимости сосудов. Это говорит Мишалкин из Садыков. Так, с гепарином назначают препараты дикумаринового ряда. И вот как раз, кроме гепарина, для понижения свертываемости крови можно применять пиявки, а также внутривенное влияние вливание раствора лимонокислого натрия. Значит, раствор этот содержит 0,25% лимонокислого натрия. Ну, такая концентрация должна быть. Причем вливается от 200 до 300 мл два раза в день в течение 3-5 дней. Рекомендуют спазмолитические средства поповерин, атропин и морфин. Ага, а если в течение 2-3 часов улучшения не наступает, срочная операция по удалению тромба. В настоящее время тромба и эмболектомия широко применяются как отечественными, так и зарубежными хирургами. В 1955 году Оглобина сообщила о 1134 таких операциях. Лечение эмболи лёгочной артерии. Тут брюшная артерия, так, сосуды редко заболевали, венбрыжейки, крупных венозных стволов, лечение, строгий постельный режим, повышенное положение, возвышенное положение больной, конечности, антибиотики, антиэкулянты, болеутоляющие, используя магиологические средства, навокаин внутривенно, капельные и так далее, повязки по Вишневскому. Так, значит, тут рассказывается, чем сопровождается тромбоз к нижней половине, к верхней половине, и вызвать закупорку лёгочной артерии со смертельным исходом. Значит, что тут советуется? Профилактика. Проводить лечебную гимнастику, принимать сердечные средства, сокращать постельный режим, вести борьбу с обезвоживанием, периодически проводить, проверять, значит, кровно-вязкость до и после операционного периода, и назначать антикоагулянты. Закончили мы с тромбообразованием. Так, закончили, закончили, закончили. Извините, что тут хрукаю-пукаю. Так, смотрим дальше, что нам надо ещё разобрать? Что нам надо ещё разобрать? Значит, антикоагулянты, противотромбозные препараты. Ну, есть, значит, антикоагулянты, это медикаментозные средства, я их касаться не буду, которые прописывают врачи после выписки. Ладно, пропили, то есть, выписали, пропили. А дальше? А что дальше? И вот дальше как раз, что нам надо делать, как доктор Шишонин? Прогулки по полтора-два часа. И не просто прогулки по полтора-два часа, а вот эти полтора-два часа желательно нам два раза в день. В первой половине дня, то есть, сразу после пробуждения делать. И во второй половине дня, после обеда бы, очень хорошо было бы сделать. Вот это вот очень важно. Значит, после пробуждения у нас, как бы сказать, после того, как мы лежали, надо бы с помощью движения прокачать кровь, разогреть ее, чтобы она, так сказать, прокрутилась по сосудам. Это очень хорошо. То есть, дать циркуляторную активность организму. И после обеда погулять, после обеда погулять, в связи с тем, что мы покушали, у нас начинается процесс всасывания пищи в кровь, отчего она также начинает сгущаться. И для того, чтобы вот это вот сгущение не приводило, не служило предпосылкой для образования тромбов, желательно погулять. Это в любом случае улучшает как переваривание пищи, так и циркуляцию крови по сосудам и плюс препятствия тромбообразования. Так, надо заменять эти препараты, что разжижают кровь. Так, пьялки. Пьялки можно использовать, но вот, говорят, они особо не доступны. Но не все согласятся на эти пьялки, которые разжижают кровь. Они разжижают для своих целей, для того, чтобы, так сказать, но я думаю, если возникают тромбы, то вот именно для рассасывания тромбов, когда они уже, так сказать, явно там имеются, все это там такое, вот тут бы, несмотря ни на какие затруднения с приобретением пьялок, можно было бы их применять. Я думаю, тут они особо показаны. Так, ну, если недоступны, недоступны. Наверное, так, трава, таволга, он же лобазь, так разжижает кровь. Какие еще средства можно применять? Смотрите. Какие еще средства можно применять по этому вопросу? Света, тем не менее, я думаю, хотелось бы на эту тему нятное и развернутое видео. Видео получилось огромное, но я сделаю его более коротким. Смотрите. Это использование талой воды. То есть талая вода у нас способствует тому, что растворяет тромбы, растворяет тромбы и разжижает кровь. Структура вообще воды, которая у нас имеется в крови, она напоминает собой жидкий, ну, может, жидкий лед, так сказать. И как раз добавление его, тем более талая вода, она как раз заряженная вода, она будет способствовать тому, что будет как растворять вот эти вот гнообразующие тромбы и делать кровь более текучий. Какое количество выпивать? Какое количество выпивать? Значит, сразу скажу, талая вода это вода, которая получилась изо льда, то есть вы заморозили, грубо говоря, литровую бутылку, которая полностью замерзла, у вас получился лед, вы ее поставили на при комнатной температуре на стул и вот она начинает таять. Вот растаяла, вы выпили. Растаяла, вы выпили. То есть это та вода, в которой еще плавает лед. Как только лед исчезает, значит, ее вот эти вот свойства улетучиваются, исчезают. Поскольку пить, поскольку пить, ну, это каждый решит для себя индивидуально, но я думаю, человеку с весом где-то 70-80 примерно килограмм, грубо говоря, даже от 90 до 70 килограмм, где-то пить от литра до полутора литра в день такой воды, особенно если вот эти тромбы имеются. Далее, мы можем использовать свежие соки, овощи. Овощи должны быть, ну, как бы сказать, нейтральные, то есть это где-то очень хорошо будет подходить сок капустный, сок морковный, сок, допустим, из того же огурца, свежего огурца, вот, вот такие соки. Ну, и из листовых овощей их, конечно, трудно получить, допустим, из салата сок, но тем не менее можно, и вот добавляете для вкуса немножечко меда, например, легче всего это капустный сок свежий сделать, дешево, капустно-огурцовый сок, вот пополам капустного сока, пополам сока огурца, все это свеженькое, добавляете для вкуса немножечко метка и пьете это тоже будет прекрасная это тоже будет прекрасная профилактика от тромбообразования. Далее, естественно, что из пищи влияет на картину крови? это то есть на ее вязкость это, как правило, слишком много соли, когда употребляется, слишком много сахара, слишком много крахмалистой пищи, вот желательно, чтобы это было там тушеные овощи, особенно в холодное время, да, постарайтесь не перемерзать, потому что перемерзание, когда человек замерз, это приводит к тому, что кровь взгущается. Далее, очень хорошо использовать контрастные процедуры, а именно теплая 30 секунд, прохладная, холодную не надо использовать, прохладная, прохладная вода, это примерно вода где-то градусов 15, плюс-минус по индивидуальному самочувствию, а горячая вода, это примерно градусов там 40, 40, 45, где-то примерно так вот, то есть полминутки вы используете вот эту горячую воду, себя душиком так, раз, и буквально-таки 5 секунд вот эту прохладную воду, далее опять у вас контраст начинается по-новому. Вы используете горячую воду 30 секунд, потом 5 секунд используете вот эту прохладную воду, и таких контрастов 3-5, ну, по самочувствию. можно делать, то есть дабы погонять кровь, дабы погонять кровь, и потом еще извините, что я тут хрюкаю, это теперь непосредственно надо перейти к антикоагулянтам, какие антикоагулянты бывают. Ну, давайте посмотрим про антикоагулянты растительного происхождения, допустим, травы, и вообще, что они собой представляют. Итак, я в Яндекс ввел такой вопрос антикоагулянты, что это такое, список? Антикоагулянты это лекарственные средства, препятствующие тромбообразованию за счет воздействия на плазменные факторы свертывания крови. То есть, мы уже с вами знаем, что и вот смотрите, тут я нахожу ошибку на плазменные факторы свертывания крови, а у нас кровь-то состоит из форменных элементов, в которых есть тромбоциты, и жидкой части крови это как раз плазмы крови, в котором есть фибриноген, участвует в свертывании крови. То есть, вообще-то воздействие и на форменные элементы, значит, и на плазму крови, а не только так, они вот, знаете, просто на отвалитель. Сказали, да и отвалитель. В список препаратов перечень. Ну, давайте посмотрим. И вот тут как раз имеются антикоуглианты и их применение в медицине. Так, естественные, значит, они обеспечивают текучесть при целостности сосудов. Их разделяют на естественные и синтетические. Ну, давайте. Первые вырабатываются в организме, естественные, и вторые производятся искусственным путем в качестве естественные. Они присутствуют в плазме крови. А вот болезнетворные появляются в крови при некоторых заболеваниях. Ну, это мы уже знаем. Значит, гепарин, полисахарид, значит, гепарин в значительных количествах содержится в легких и печени. В больших дозах препятствуют свертыванию крови на всех этапах, подавляя ряд функций тромбоцитов. Антитромбин-3 синтезируется в печени, снижает активность тромбина. Так, протеин С синтезируется клетками печени, приводит к активности тромбина. Приводит к активности тромбина. Значит, другой протеин латинского С зависит от витамина К. Значит, альфа там, макроглобулин и так далее. Вторичные физиологические антикоагулянты. Антитромбины, антитромбины, так-так-так-так-так-так-так-так. Показания к применению, так-так-так-так, гепарин, вот гепарин как раз. Раствор для инъекции, для инъекции. Классификация антикоагулянтов. Прямые лекарства этой группы действуют на факторы свертывания напрямую, их называют препаратами быстрыми действиями, они препятствуют образованию нити фибрина, предотвращают формирование тромба и прекращают рост уже имеющихся. Их делят на несколько групп. Гепарины, далее герудин, низкомолекулярный гепарин, натрий, гидроцитрат, донапороид, леперудин. Гепарин вводят внутривенно, под кожу и внутримышечно, а также в виде местного средства, в виде мази. Ну, что там относится? При лечении тромбоза глубоких вен назначают соответствующие препараты. Это вы можете всё найти. Так, 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 есть у новых препаратов недостатки. Ага, а ну-ка, почитаем. Есть у новых препаратов и недостатки. Много тестов для каждого средства. Необходимо пить регулярно, в то время как приём старых лекарств можно пропустить ввиду длительного действия. Непереносимость некоторыми людьми, у которых не было побочных эффектов при приёме старых таблеток. Рисковое течение в ЖКТ. Значит, соблюдать режим питания, сдавать анализы крови. Рассчитывать дозу витамина К. Поскольку антиагулянты, антикоагулянты нарушают его метаболизм. Так, и далее там надо ещё что-то отслеживать. Так, антиагреганты. Они способствуют сражению крови и предотвращают образование тромбом механизм их действия другой. Снижают свёртываемость крови, тормозят слепание тромбоцитов. Аспирин обладает спазмолитическим и сосудорасширяющим эффектом наиболее популярные антиагреганты. Аспирин, самый известный из этой группы, считается эффективным средством, расширяющим сосудорасширяющим кровь и препятствующим образованию тромбов. Смотрите, вот аспирин вы можете использовать в таблетках, как тут сказано. Аспирин содержится в коре ивы, ассины, то есть содержится в, это своеобразная такая, горечь естественного происхождения, которое, если ее брать из коры ивы, например, просто-напросто отваривать кору ивы. Ну и искусственно, если использовать в виде таблеток. Так что можно попить вот этот вот чай. Я думаю, он будет способствовать меньшему повреждению, там допустим, того же желудка, слизистой оболочки, пищевода, нежели вот таблетированный аспирин. Так, террофибан препятствует склинию тромбоцитов, есть сосудорасширяющий препарат, и эптифибатит, блокирует склипание тромбоцитов. И, наконец-таки, природные средства для разжижения крови. Значит, приверженность, приверженцы лечения народными методами, применяют для профилактики тромбозов, травы с кроворазжижающим эффектом. Перечень этих растений достаточно длинный. Еще, прежде чем перейти к перечню вот этих вот растений, я сделаю упор на важность питания. Значит, для того, чтобы не было тромбозов, запоминайте, еще раз повторяю, питание желательно дробное. То есть, чтобы организм быстро усвоил пищу, то есть, малое количество организм, можно даже любой там пищи, варилуны и так далее, он ее быстро усваивает, переваривает, усваивает, всасывает в кровь. В крови она меняет, естественно, характеристики вязкости, но за счет того, что ее немного, кровь может вернуться к своим нормальным параметрам довольно-таки быстро. Раз, она и вернулась. Почувствовали голод, опять приняли небольшую порцию пищи, она переварилась, сосалась в кровь, вызвало некоторое ее сгущение, потом быстренько нормализовалась. Если же вы наедитесь большой, съедите большой объем пищи, то у вас долго будет всасываться эта пища в кровь, и тем самым она будет в крови поддерживать гораздо большее время вязкости, нежели при малом приеме. То есть, вот такую вот вещь запомните, чтобы там можно обойтись без всяких вот этих, значит, разжижения крови препаратов и природных средств. Если вы будете правильно питаться, обязательно жидкости до еды, чтобы вы пили. Жидкости должны быть вот как раз желательно структурированы в виде свежих там соков. И не наедайтесь на ночь. Почему? Потому что вы съели часов 7-8, у вас был ужин, вы покушали, пищеварение процесс длительный, там, допустим, до 5-6 часов примерно идет. В зависимости от того, одно дело переварить пищу, обработать, вернее, в желудке, далее обработать и всосать ее в тонком кишечнике, далее, что она у вас всасывается, далее она поступает в клетки и так далее. То есть, это процесс довольно-таки длительный. Так вот, если мы с вами наедаемся на ночь, ночью происходит понижение температуры тела. Любое понижение температуры тела, а естественно и температуры крови, ведет к тому, что сгущает кровь, сгущает все, что там в ней находится. И этим самым оно способствует тромбообразованию. Еда на ночь. Запомните. Особенно там, какими-то там жирными продуктами. Чрезмерное количество крахмала, чрезмерное количество сахара. Все это меняет характеристики крови в более вязкую сторону и способствует тромбообразованию. Итак, теперь мы перейдем к перечню растений. Конский каштан. Можно использовать. Можно использовать. Кора ивы, я вам говорю, можно использовать. Особенно кору ивы, да и везде, полным-полным. Надрали, молоденькой коры там нарезали и заваривайте. Пожалуйста, там, допустим, вы можете чайную ложку коры ивы, измельченной, чтобы чайная ложка, заварить литром кипятка. Будет она горькая. Вот эта горечь говорит о том, что это как раз то, что надо. Для того, чтобы с одной стороны разжижало вашу кровь, а с другой стороны горечь будет еще убивать разного рода паразитов, которые в ней живут, в крови. Мы же все думаем, что у нас с паразитами все в порядке. Нет. Они так тихонечко живут. И вы только по косвенным признакам, по разного рода прыщам, вот этим, знаете, логическим реакциям, которые бывают, по разного рода головным болям, там, и недомоганием в суставах и прочее, прочее, там, допустим, расстройство кишечника, можно судить о том, что они там имеются. Так, дальше идет донник, полынь горькая, полынь горькая, опять-таки, в виде чайка делается. И вдобавок горечь еще будет этих же паразитов кровяных гонять. Талга вязолистная, красный клевер, красный клевер, скорее всего, больше будет делать, вот, именно текучий кровь. Корень солодки, корень солодки будет еще вдобавок укреплять вас. Пион уклоняющийся, цикорий и другие. Давайте, вот это мы сейчас все выберем. Значит, это, природные разжижители крови. Разжижители крови, два и точа. И погнали. Опа, конский каштан. Значит, смотрите, ну, конский каштан, там, обычно делают, наверное, спиртовую настойку. Кара-илы, легче всего, это чай использовать. Шелковица, это, в основном, используется летом, когда сезон этой шелковицы, то есть, побольше ее есть. Можно ее насушить и можно делать из нее там компот. Донник заваривается. Полынь горько заваривается. Таолга вязолистная, я думаю, заваривается. Красный клевер, тоже чай. Корень солодки настаивается, настаивается, то есть, на воде. Пион уклоняющийся, вот, по-моему, его можно и на воде делать, и на водке. Цикорий и другие в виде цикорий. Цикорий использовать в виде чая. Как раз будет еще у вас и зрение улучшать, и помогать этой самой пачонке. Пачонке будет помогать. Так, дальше. Ну и что еще важно заметить, это то, что есть антикоагулянты и антиагреганты с тромболитическими антиагреганты. Значит, важно не путать антикоагулянты и антиагреганты с тромболитическими средствами. Значит, первые, это антикоагулянты и антиагреганты, не могут разрушить труб, а предотвращают или замедляют их развитие. То есть, они делают кровь более текучей. А вот тромболитики, это препараты для внутрисосудистого введения, которые растворяют кровяные сгустки. Я думаю, что здесь можно и использовать голодание. Голодание, особенно для растворения вот этих всех тромбов. Голодание. Можно голодание, просто голодание, классическое голодание на воде. Но для того, чтобы, я так думаю, растворить там тромбы, это где-то должно уйти недели за три. Чтобы вы не обольщались, что там два дня там поголодали и все у вас там растворилось. То есть, это процесс не такой-то простой, как нам кажется. То есть, где-то три недельки, как минимум, для того, чтобы что-то там растворилось у нас в организме. При этом, желательно, желательно вот воду пить, талу во время голодания. Далее. Либо вы можете воспользоваться голоданием на урине. Срок действия голодания тоже такой же. Три недели. Я думаю, оно будет также действовать эффективно. Может быть, даже более эффективно. Ну, возможно, придется повторить не один раз голодание для того, чтобы достигнуть нужного эффекта. И смотрите, если у нас с вами тромбообразование идет в венозной системе, особенно в нижних конечностях, то есть в баррикозном расширении вен, вот эти страшные такие вены возникают, значит, в баррикозном расширении вен там, это говорит о том, что у вас в венозной системе, особенно в венах, которые идут в печень, имеется застой, то есть кровь нормально не проходит через печень. Она должна быть с определенной скоростью проходить от венозной системы через печень, для того, чтобы она там очищалась, она не проходит. Значит, надо обязательно нормализовать функцию печени, которая участвует в кровообращении и плюс вырабатывает соответствующие вещества, которые уже регулируют вот эти все элементы крови для того, чтобы она была текучей и не выпадала в осадок. То есть, это тоже надо понимать. Ну, что еще вам сказать? Что бы я еще добавил для того, чтобы у нас не происходило обезвоживание организма, а вот сохранялась, ну, как говорят, достаточно жидкости в организме, что препятствует, естественно, вязкости крови и образованию трубов, это употребление продуктов, которые обладают кислым вкусом. Кислый вкус, оказывается, он задерживает воду. Причем задерживает, так знаете, мягко, не так жестко, как соленый вкус. Ну вот, значит, разного рода морсы из ягод, там, клюквы, брусники. Возможно, даже твашиную капусту можно будет употреблять. То есть, все, что там с кислинкой, будет способствовать тому, что задерживает воду в организме, то есть, лучше насыщает организм водой и повышает, тем самым, ток крови, препятствует ее выпадению в осадок разных ее, там, этих элементов, белков. Вот это тоже важно. Значит, летом это будут квасы, зимой это будут морсы, зимой это будут компоты. Хорошо, особенно компоты пить, чтобы они в тепленьком виде были. Важно не переохлаждаться. Это очень важно, потому что любое переохлаждение вызывает и спарм сосудов, и сужение сосудов, и загустение, ну вот если так вот взять нашу кровь, она представляет собой так, можно сказать, вот смотрите, когда сварили холодец, холодец сварили, он жидкий, а потом он постоял на морозе и стал твердым студнем. Так вот, точно то же самое у нас происходит и с кровью. Чем больше мы охлаждаем свой организм, тем, естественно, у нас может возникать вот этот вот процесс. Чем, ну, будем говорить, мы стараемся поддерживать тепло в организме побольше, тем у нас лучше движение крови. Очень хорошо, чтобы вы посещали парную, допустим, ну, летом может быть раз в две недели, раз в неделю, кому как хочется. А вот в холодное время года зимой, ну, регулярно раз в недельку, чтобы выходили. А если есть возможность, то и два раза в недельку. Принимали в ванну. А о контрастных душах я уже говорил вам. Вот такие вот рекомендации. Вот я еще ввел в поисковик антикоагулянты, список трав. Вау! Значит, смотрите. Травы, растения, укрепляющие стенки сосудов, вдобавок, кроворазжижающие и укрепляющие стенки сосудов, включают плоды и листья. Смородины, о чем я говорил, кисленькая. Шиповник, о чем я говорил, отваривают. Полевой стальник, водяной, перец. И далее вот такой вот травы, выражающие кровь, самые эффективные. Ну, давайте посмотрим, что тут пишут на эту тему. Значит, смотрите. Перечную мяту можно использовать. То есть, можно использовать вот все такие чаи, которые обладают душистыми свойствами. Перечную мяту входит в ментол, витамин С, каротин и дубильные вещества. Каротин, значит, укрепляет как стенку сосуда, а дубильные вещества будут ее делать более такой порочной. Значит, можно использовать, смотрите, мазь на основе перечной мяты. Значит, крапива подойдет. В ней содержится в листьях и стеблях витамин К, который как раз укрепляет стенки. Советуется брать 15 грамм толченой сухой крапивы и заливать ее стаканом кипятка. Лучше всего это делать в термосе. Вот термос со стеклянной колбой. И вы поступаете примерно так. Ну, возьмете, допустим, 30 граммов толченой сухой крапивы в термос со стеклянной колбой и зальете ее литром кипятка. Пусть ночь настоится. И в течение следующего дня выпейте. Выпить можно по полстакана в течение дня. Хотя тут вот такая рекомендация по одной столовой ложке 3-4 раза в день. Но я думаю, по одной столовой ложке это будет мало. А вот, чтобы вы этот литр выпили примерно вот как раз за 4-5 раз, дробно. То есть это как раз вы будете пить грамм там примерно грамм по 100. По 150. Вот такая спиция, как орегано. Дунник лекарственный, мы уже говорили. Значит, дунник обладает превосходными кроверазжижающими свойствами. Туда входят кумарин, мелилатин, которые как понижают свертываемость крови, так тонизируют стенку сосудов. Салицилаты, они обладают свойством разжать кровь за короткий промежуток времени. То есть это как раз вот то, что содержится в коре ивы. Эфирные масла также обладают хорошим разжижающим действием. И вот, знаете что, можно использовать такой чай, который усиливает действие растений, в него входящих. И в результате эффект лучше. Смотрите, можно использовать такой сбор. Значит, донник, туда добавить мелису, и туда добавить лимонник. В результате, вот говорят, что эффективность возрастает на 20%. Таволга, таволга, таволга. Значит, Вот тут говорится о том, что когда назначают вот аспирин и ациллерин для разжижения крови, то что получается? Так как эти лекарства они имеют синтетический состав, то есть вообще синтетические вещества, они не так хорошо реагируют с нашим организмом. Потому что наш организм привык реагировать с природными веществами, а не синтетическими. Он просто-напросто не понимает, как надо действовать при встрече с этими синтетическими веществами. Поэтому эти вещества агрессивно действуют на организм и, естественно, создают побочные эффекты. Значит, можно использовать вот отвар, талги, везолистный и использовать. Вот я вам говорил насчет полыни. Полынь одно из наиболее горьких растений или там в природе, которая обладает, горечь обладает тем, что увеличивает циркуляционные процессы. Это важно понимать. С другой стороны, она еще убивает разного рода паразитов. Так, вы можете использовать сушеную полынь. Ее можно купить в аптеке. При этом не просто одну полынь можете использовать, а добавить одну столовую ложку полыни, одну столовую ложку кипрея и мяты. то есть три компонента по одной столовой ложке. Залить одним литром кипятка. Лучше всего опять-таки в термосе настаивать ночь. И дальше на следующий день вы можете пить его перед едой по 100 грамм. курс неделю. Значит, на что действуют полынь? Она уменьшает вязкость крови, разрушает тромбы. Эффект достигается за счет того, что именно горечь усиливает циркуляторные процессы. Далее дубильные смолистые вещества усиливают слизистую сосуду. А сама горечь вот как раз разрушает тромбы, воздействует. Значит, что еще можно использовать? Листья малины, как листья малины, так и ее плоды. Итак, читаем еще раз комментарий Вадима Лагрина. Хотелось бы поднять важную актуальную тему для многих переболевших ковидом. А сейчас таких десятки, если не сотни тысяч. Антикогулянты, то есть противотромбозные препараты, которые прописывают врачи после выписки. Ладно, пропили, а дальше что? То есть мы с вами если начинать с конца нашей беседы поговорили о противотромбозных препаратах природных, травяных. Что это за травы? Ну и примерно как их использовать и как их применять, а также иные. Значит, что дальше? Доктор Шашунин рекомендует прогулки по полтора-два часа. Дескать, это заменяет эти препараты, что разжижают кровь. Я рассказал, почему именно движения нужны для того, чтобы нормализовать и поддерживать ток крови на лучшем уровне или, так сказать, на нормальном уровне, который препятствует образованию тромбов. Понижение скорости кровотока приводит к тому, или его остановка к тому, что это является причиной для тромбообразования. Поэтому важно движение. Лучше всего прогулки. Рассказали, что они заменяют кровь. Ну, с одной стороны, смотрите, вот тут очень важно понимать, что вещества, вот эти антикоагулянты, мы уже знаем, они по-разному воздействуют на состав крови его, для того, чтобы там не возникали тромбы. Это одно. То есть, они воздействуют непосредственно на составляющую крови, вызывая на составляющую крови. Значит, природные антикоагулянты действуют на состояние веществ, которые находятся в крови, препятствуют их выпадению в осадок. Это важно понимать. Значит, доктор Шишонин рекомендует прогулки. Здесь мы с вами, смотрите, если мы воздействуем на картину крови, то есть, именно навязкость с помощью этих антикоагулянтов. Это одно, навязкость. А другое, с помощью движений мы воздействуем на то, чтобы поддерживать необходимую циркуляцию крови в сосудистом русле. То есть, это не заменит разжижение крови, то есть, влияние на разжижение крови, это просто будет поддерживать одно из условий. Скорость кровотока, которые препятствуют образованию тромбов. Это разные вещи. Далее, пиявки, это те же антикоагулянты. Так, так, трава, голобазник разжижает кровь, о травах я поговорил, о природных, а еще какие средства по этому можно применять, что там будет светоч, народной медицины. И я здесь рассказал, что здесь как раз надо применять и питание, которое бы препятствовало тому, что повышать вязкость крови, как питаться дробно, как питаться, кушать небольшое количество пищи дробно, не есть на ночь, почему я это рассказал, не есть, то есть о питании рассказал. Далее, мы очень много разбирали физиологические функции, состав форменных элементов и так далее. и здесь как раз мы поняли, что кровь должна иметь оптимальные характеристики по своему составу. Даже мы не будем брать питание, то есть вот эти форменные элементы должны иметь оптимальный состав, который влияет на вязкость крови. в жидкой части крови, то есть в плазме должны быть различные соли, белки, ферменты, углеводы, жиры и прочие продукты в таком соотношении, которые также бы не влияли. И при этом разобрали, какие факторы влияют на увеличение вязкости крови. Это прежде всего влияет инфекции, которые вызывают повышение в крови количества белковых тел, антител, так называемых, это белковые вещества, которые увеличиваются в количестве в своем там в 10 раз, а то и больше, за счет чего кровь делается более вязкой, появляются повышенным количеством такие вещества, как фибриноген, который участвует как раз в свертывании крови. Но все это способствует тому. То есть таким образом мы с вами разобрали разобрали что влияет на вязкость крови, что содержится в крови, что можно применять для ее разжижения и что можно даже применять для того, чтобы рассасывать уже тромб, который образовался. Плюс рекомендации по нормализации тока крови. То есть мы с вами разобрали, проделали огромную работу по вот этому, по этой теме. Конечно, видео получилось довольно-таки развернутое, можно так сказать, расплескалось в видео. Что касается внятности, конечно, есть внятность. И я теперь на основании вот всего вот того, что я прошел, немножечко отдохну и сделаю минут на пять, на десять видео, которое в сжатом виде, внятно, я думаю, сжато объяснить, что можно использовать для того, чтобы разжать кровь и противостоять процессу трубообразования. А вот это видео я как раз выставлю для того, чтобы вы поняли, какую работу я проделал перед вами для того, чтобы ответить на комментарий Вадима Лагрина. Внятно и несколько развернуто. работа ρό – в луч –